Им мы обязаны жизнью. В День Победы главное внимание ветеранам. Тем, без кого не было бы этого священного праздника. Живых свидетелей войны в Бобруйске осталось всего 32. Для них подарки, цветы, слова благодарности и искренние пожелания здоровья от руководства города. Трогательный сюрприз ждал Надежду Хрущинскую. Музыкальный презент в исполнении военного оркестра растрогал женщину до слёз. Спасибо вам, что не забываете, что нам на здоровье силы даёте на целый год. Администрация города, трудовые коллективы и молодёжь возложили алые гвоздики у подножия мемориала в честь воинов, которые отдали жизни при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го. Многотысячная колонна в сопровождении оркестра прошла по Минской. В руках участников республиканской патриотической акции «Беларусь помнит портреты дедов и прадедов», которые самоотверженно держали удар. В сердце каждого бесконечная благодарность и гордость. Наш прадедушка Блинов Владимир Николаевич участвовал в взятии Кенинсберга, получил медаль за отвагу. Мы гордимся и помним. У легендарного танка Т-34 прошёл митинг-реквием. Дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь победы и сокрушил фашистское зло. Торжественный марш военных и представителей силовых ведомств Бобруйска поразил своей слаженностью и синхронностью. Весь день в городе работали выставка боевой техники, тематические площадки, фотозоны и ярмарка мастеров. Все желающие смогли попробовать солдатскую кашу, познакомиться со снаряжением и амуницией бойцов Красной Армии. Дорогие побручане, поздравляю вас с великим праздником, с светлым праздником, с Днём Победы. Мы благодарим ветеранов за тот подвиг, который они проявили. В десятый раз подряд праздничный автопробег собрал истинных патриотов своей страны. В колонии около 300 машин, а это более 1200 человек. У Георгиевского храма в небо запустили белоснежных голубей. Далее победный заезд проследовал к Кургану Славы в деревне Сычково. Участники акции растянули государственный флаг – символ суверенитета и независимости Беларуси. День Победы – это великий наш праздник, который мы отмечаем всей семьей, всей страной. Мы доказываем это, что наш народ непобедим, единый, и мы любим нашу страну. Спортивный азарт объединил участников традиционного забега на призы информационного агентства «Бобруйск-Медиа». Эстафета собрала 71 команду, а это 710 человек – представители предприятий, учащихся колледжей, школьников и воспитанников подростковых клубов. Победители получили кубки, дипломы, беспроводные наушники и не только. Готовились, волновались, но, знаете, вот как только тебе передают эту палочку, сразу же все волнение уходит, и ты понимаешь, что нужно только бежать, бежать и бежать. В шесть вечера на площади Победы прошел флешмоб. Представители общественных объединений поставили хореографические номера под песни военных лет. Оригинальные аранжировки и мастерство исполнителей собрали восторженные аплодисменты многочисленных зрителей. Впечатление у нас вау. Мы знали, что в флешмобе выступали наши коллеги, и мы очень за них болели. И вообще это фееричное выступление. Спасибо большое за такой приятный праздник. Самый великий праздник в году. Празднование завершил кинотеатр под открытым небом. На экране показали российский военный фильм «1941. Крылья над Берлином». История подвиги мино-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Баллада о самоотверженности, стойкости и отваге никого не оставила равнодушным. Завершился показ киноленты ровно в полночь. На самом деле очень потрясающе, что есть такая возможность, что можем прийти с ребенком, со всей семьей, что могут люди также прийти и посмотреть прекрасный фильм. Три миллиона загубленных жизней, сотни разрушенных городов, сожженных деревень и утраченных культурных ценностей. Беларусь помнит, какой ценой досталась победа. И каждый год чтит память тех, кто отважно сражался за родину. Елизавета Липеева, Татьяна Горбач, Ольга Васенда, Павел Зуев, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.